Привет, меня зовут Димми, и сегодня я расскажу, как подключать умные устройства к публичным Wi-Fi-сетям с помощью M5TX. Часто в общественных заведениях, вроде кафе или фитнес-клубов, есть ходспоты, требующие авторизацию через Captive Portal. Для пользователя Captive Portal представляет собой веб-страницу с опциями по прохождению идентификации, например, с помощью SMS или звонка. Таким образом, сервис сделает привязку MAC-адреса к определенному пользователю, затем предоставит доступ к интернету. В большинстве случаев данная процедура проводится один раз для каждого нового устройства. Подключить компьютер или телефон не составит труда, ведь там есть браузер. А как же быть с умными устройствами, вроде часов или фитнес-трекеров? Микроконтроллер ESP32 обладает сразу тремя преимуществами, которые пригодятся для создания решения. Первое – это наличие Wi-Fi. Второе – возможность одновременной работы в режиме станции и точки доступа. Третье – поддержка смены MAC-адреса. То, что нужно. Давайте сделаем сетевой мост, который будет проходить captive потал под MAC-адресом умного устройства. Примечание. Обязательно ознакомьтесь с правилами использования конкретной публичной сети перед попыткой подключения к ней. Помните, что только вы несете полную ответственность за все свои действия. Давайте начнем. Первым делом импортируйте модули NetworkSocket и URLLipParse. Далее создайте переменную с MAC-адресом умного устройства. Посмотреть его можно в настройках Wi-Fi. Для этого подключитесь к сети и обязательно отключите опцию Private Address. Далее настройте работу беспроводного модуля в режиме станция с указанием имени Hotspot и новым MAC-адресом. Через станцию M5Stixi подключиться к Hotspot с MAC-адресом умного устройства, например часов. Добавьте цикл, чтобы дождаться подключения к сети. Сделайте вывод отладочной информации в консоль последовательного порта. В данном случае это имя сети и полученный IP-адрес. Хорошо. Теперь также настройте работу беспроводного модуля в режиме «Точка доступа» с указанием имени сети. Оно может быть любым. Вы сможете использовать телефон или компьютер с браузером для прохождения Captive Portal, подключившись через точку доступа. Далее создайте объект сокета, который будет работать с интернет-протоколом версии 4, а также протоколом TCP. Для этого используют константы AFINET и SOCKSTREAM, соответственно. После привяжите серверный сокет к адресу и порту. 4.0 означает то, что сервер будет слушать на всех доступных сетевых интерфейсах, а порт 8080 является стандартным для прокси. Осталось запустить прослушивание входящих соединений. 10 – это максимальное количество обслуживаемых соединений в очереди. Для нашего случая этого более чем достаточно. Теперь создайте бесконечный цикл, в котором будет происходить обработка всех соединений. Очень важно использовать блок обработки исключений для предотвращения падения сервера при непредвиденных ошибках и отладке. Используйте метод ACCEPT, который будет принимать новое входящее соединение, затем сохранять в переменные сокет и адрес клиента. Далее установите неблокирующий режим. Таким образом сокет не будет блокировать выполнение программы при ожидании данных. Выведите отладочную информацию об адресе клиента. Далее попробуйте получить запрос, состоящий не более чем из 2048 байтов с установленного соединения. Если ничего не удалось получить, то закройте текущее соединение и перейдите к следующей итерации цикла. Если же данные были получены, то необходимо выполнить их парсинг для извлечения информации о типе запроса, адресе и порте удаленного ресурса. Например, при попытке открыть наш сайт браузер отправит вот такие данные. Обязательно приведите к строковому виду в кодировке UTF-8. Далее разбейте данную строку на массив строк по служебным символам. Возврат каретки и новая строка. Далее возьмите нулевую строку и разбейте ее также на массив строк по пробелу. Именно в нулевой строке хранится вся необходимая информация для нашего проекта. Нулевой элемент – тип запроса. Теперь произведите парсинг первого элемента, в котором хранится адрес и порт с помощью модуля URL-лип. Обратите внимание, парсинг запросов может быть выполнен некорректно. Чтобы это исправить, сделайте дополнительную обработку вручную. В первом случае все корректно, однако отсутствует номер порта, по умолчанию 80. Во втором случае адрес и порт сохранены в поле PASS вместо NetLaw. CaptivePortal работает по незащищенному соединению HTTP и, как правило, на 80-м порту. Остальные соединения следует закрыть. Здесь вы также можете провести проверку по типу запроса HTTPS использует тип Connect вместо Get. Если удалось извлечь адрес и порт, то необходимо переслать данные от браузера к серверу CaptivePortal и наоборот. Аналогичным образом создайте новый сокет к удаленному серверу и перешлите на него полученный ранее запрос. Теперь создайте бесконечный цикл и перенаправляйте все данные, полученные от сервера к браузеру до тех пор, пока они не закончатся или не произойдет тайм-аут. Когда соединение будет обработано, его необходимо закрыть. Готово. Давайте запустим нашу программу и попробуем подключить часы к интернету. Видим, что наш сетевой мост подключился к Hotspot и получил IP-адрес. Действительно, так и есть. В списке клиентов на Hotspot появился M5StickC с указанным ранее MAC-адресом от часов. Теперь найдем точку доступа, подключимся к ней и настроим маршрутизацию через прокси. После этого телефон попробует сделать запрос к Captive Portal и откроет браузер со страницей авторизации. После прохождения авторизации попробуем открыть сайт example.com, доступный по HTTP. Отлично, нам удалось пройти авторизацию для получения доступа к интернет для часов. Теперь выключите Stixi и подключитесь к Hotspot на часах. Сегодня и правда классная погода. Не забудьте подписаться и нажать «Нравится». До встречи в следующем видео. До свидания. Стэм-контент сделал Димми. Текст читал Сергей Колбинцев.